Александр Дневский Новотихвинский женский монастырь отметил праздник Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. В праздничный день литургию в обители возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений в сослужении митрополита Челябинского Миянского Алексея, епископа Нижнетагильского Невьянского Феодосия, епископа Каменского и Камышловского Мефодия, епископа Гедеона, епископа Аргентинского и Южноамериканского Леонида. В дореволюционное время это был один из любимых городских торжеств в Екатеринбурге. И сегодня, после долгих десятилетий забвения, благодаря трудам сестер обители праздник возродился и отмечают его уже более четверти века. С пением праздничного тропаря сёстры обители и прихожане встречали главу митрополии, после чего началась литургия перед святыней монастыря Тихвинской иконы Богородицы. Этот образ был написан в 2008 году, а затем он был освящен Тихвине. Раз в год икону достают из киота, чтобы каждый из пришедших на праздник мог к ней приложиться и ощутить ту благодать тишины и безмолвия, которая исходит от образа. Эта же тишина сходит на нас в таинстве святого причастия. Об этом сказал в своей проповеди протерей Артемий Владимиров. Сегодня Матерь Божия всех нас приглашает разделить эту божественную трапезу, которую сотворила нам премудрость, растворив вино, приуготовив хлеб, с тем, чтобы мы от единой чаши, приобщившись, унесли в своем сердце милостивого, кроткого Христа, того, кто трости надломленный не преломит и льна курящегося не угасит. После причастия святых арестовых тайн архипастыри, духовенства, прихожане и гости обители совершили традиционный крестный ход вокруг Александра Невского собора с Тихвинским образом Богородицы. У Некрополя, где упокоены игумени и благодетели монастыря, была совершена лития. По завершении крестного хода, который также сопровождался торжественным пением сестер, к участникам праздничного богослужения обратился митрополит Евгений. Владыка поздравил всех, кто в этот день собрался вознести молитвы в благословенной обители, посвященной Пресвятой Богородице. Архипастырь напомнил о важности служения Марфы и Марии, о которых Богородичные праздники нам говорит Святой Евангелие. Образ этих евангельских сестер мы видим и в Новотихвинской обители. Мы сегодня были в храме, и по сути мы были в доме Марфы и Марии. Вот в этом доме. Да, ему не так много лет. Его построили при Александре Павловиче, его устрояли во все последующие годы, пытались разрушить. Не получилось, восстановили сегодня этот храм Величественного Александра Невского, который осветил Святейший Патриарх Московский, всея Руси, Кирилл. Но на самом деле это дом Божий, это дом Марфы и Марии, в который сегодня вошел наш Господь, Иисус Христос. По словам Владыки, здесь, в этом Доме Божием, Господь уготовил для христиан благую часть, свое слово и святое причастие. Архипастер пожелал всем почаще откладывать по печенье этой жизни и уподобляться Марии, воспринимать глаголы жизни вечной. Но, конечно, и без служения Марфы человек жить не может. Поэтому к престольному празднику сестры обители подготовили всем своим гостям подарки. Брошюру о верном царском слуге генерале Илье Леонидовиче Татищеве и праздничный концерт, на котором выступили детско-юношеский хор «Светилин» и хор «Горлица» Миссионерского института. Кроме того, все желающие смогли посетить духовную беседу протерея Артемия Владимирова на тему, что читать современному христианину. Редактор субтитров А.Семкин